К нам подключается представитель общины Западного Азербайджана во Франции и Евросоюзе, юрист-политолог Заур Садык-Байли. Здравствуй, Заур. Добрый вечер, Телли. Спасибо за приглашение. Заур, когда мы говорим о возвращении западных азербайджанцев на их исторические земли, мы, конечно же, имеем в виду оказание определенного давления на Армению для создания условий, предоставления гарантии, чтобы эти люди получили возможность вернуться в места своего проживания и снова там наладить свою жизнь безопасную, в первую очередь. Все-таки, какова на сегодня стратегия Баку в этом вопросе? И как в целом возвращение азербайджанцев в Армению может изменить регион? Там есть несколько аспектов. Во-первых, скажу, что, конечно, очень значимые события, открытие памятника. Наверное, полнодое поколение азербайджанцев это знает. Если кто-то не знает, или наши зрители, которые за рубежом, сам памятник, сама могила, она, к сожалению, находится в западном Азербайджане, на сегодняшней территории Армении. И то письмо, которое мы несколько лет назад писали в Винесске, один из документов, который там был, и был как раз памятник, вот этот разрушенный памятник Кашугу Альскеру на надгромный памятник, значит, в этом месте. И, конечно, это, в общем, печально и прискорбно, потому что много раз об этом говорили. К сожалению, на сегодня, пока Армения безнаказанно продолжала и продолжает уничтожать следы западных азербайджанцев с тем, чтобы не позволить их возвращения, это такая политика, которая долгое время проводила, во-первых, бывшее руководство Армении, это ястребы, карабахский клан. И сегодня вот Пашинян, перед ним стоит такая историческая ответственность, потому что он, с одной стороны, себя объявляет таким якобы демократом, соросовским, с другой стороны, он, естественно, должен выполнять эти обязательства. И одно из них, это недопущение как раз-таки вот такого вандализма, уничтожения, потому что есть такой очень известный тезис, нет будущего без прошлого, нужно знать, откуда ты. И западно, Азербайджан, как хотим мы этого или не хотим, я имею в виду, в Армении это является частью истории этой страны. И для тех, кто не знает, напомню, что та Армения, которая должна была, может быть, быть исторически, она осталась в Восточной Анатолии по причине того вот этого большого фиаско начала века, и поэтому это было невозможно, существование в том виде того государства на тех территориях. Поэтому в начале века, к сожалению, с помощью большей части азербайджанских земель, западного Азербайджана и еще части грузинских земель, вот на севере была вот эта искусственная Армения, республика Армения создана, которая Армянская СССР, правоприемцей которой является сегодняшней Армении. Поэтому вот этого не нужно забывать. Речь не идет о территориальных притязаниях, претензиях. Сегодня Армения не имеет пока еще к нам территориальные притязания, они записаны в Конституцию Армении, речь идет сейчас именно об этом, об изменениях, которые Пашинян должен провести. И пока у нас вот как бы, значит, если смотреть с 20-го года, 22-го года, в прошлом году окончательно была поставлена точка, значит, уже в бывшую карабахский конфликт, и сепаратисты покинули территорию Азербайджана. Пашинян очень лояльно высказался по этому поводу, и это было понятно, что Армения как бы аля признает территориальную целостность Азербайджана. С другой стороны, ничего не делается для достижения мира. Вопрос, который ты задала, он очень интересный, конечно, как можно сегодня воздействовать на Армению. Есть очень много факторов, есть очень много, к сожалению, внешних сил, этих запивал, которые обещают что-то Армении, вооружают Армению, пытаются опять армянскому народу какую-то сказку навязать, но все должны понимать, что в проигрыше, в конечном итоге, сами армяне. Сегодня, как мне видится, формула, она очень проста. Я в свое время это говорил много раз, кстати, и думаю, что сегодня, вот если посмотреть те записи, которые были, я говорю, что невозможно представить, что вот в Армении, в Азербайджане, на территории Азербайджана будет жить, значит, какое-то количество армян. Кстати, наши граждане компактно будут проживать, будут проживать в каких-то административных единицах, вот этих блядья, в однеселенных пунктах, даже в городах. И в Армении зеркально не будет ни одного Азербайджанца, это невозможно. И, в принципе, так и получилось. Те вот эти запивалы, которые западу что-то им обещали, они привели армян, опять-таки, армянский народ и карабахских армян к краху, потому что сегодня большинство из них, очень большое, подавляющее большинство, вынуждены были покинуть территорию. Почему? Потому что они в этой идеологии не хотели признавать территориальную целостность, законы Азербайджана, конституцию, вообще признать себя азербайджанскими гражданами. И сегодня, как мне видится, равновесие, оно заключается именно в этих параметрах того мирного договора, который сейчас ведут переговоры и так далее. Потому что понятно, что Азербайджан со своей стороны, и мы очень на это надеемся, ввел эти параметры о возвращении, как ты сказала, мирном возвращении с гарантиями безопасности азербайджанцев на свои сконные земли, западно-азербайджан, конечно, под гарантиями самой Республики Армения, под международными гарантиями, это нужно обсуждать, как это будет. Но, опять-таки, мы очень надеемся, что в этом договоре будет этот механизм. И, естественно, одновременно с этим, конечно, можно будет предположить, что часть тех, кто решит, опять-таки, все это на добровольной основе вернуться в Азербайджан, с теми же самыми правами, с полными правами смогут вернуться в Азербайджан. Но, опять-таки, невозможно представить, что, как говорят на Западе, 30 тысяч или сколько-то тысяч, какие-то цифры называют, 100 тысяч вернуться. Конечно, с другой стороны, у нас количество намного больше. Это порядка со всеми потомками и так далее. Это максимальное количество этих людей, можно сегодня оценить, около 300 тысяч, 280-300 тысяч. Понятно, что не все вернутся, понятно, что жизнь изменилась, люди поменяли свои ценности, они родились многие в другом месте. Но, опять-таки, на добровольной основе так все это начинается. Какая-то часть из них может вернуться, и вот мы на это надеемся. Почему? Потому что я много раз об этом говорил. В моем понимании, этот тезис такой, один из моих тезисов, только народ, который жил на этих территориях, который носил эту культуру, которому принадлежат на самом деле эти памятники, только он способен это охранять, способен это возрождать и способен об этом заботиться. Сегодня в Армении происходит уничтожение и, значит, в упадок такой всего вот этого, всего азербайджанского наследия, потому что армянам это не нужно. Они не чувствуют, естественно, никакой исторической связи с этим. Поэтому, опять-таки, повторяю, те армяне, которые это помнят, их вот эта историческая родина, как бы, в кавычках, она осталась там, в Восточной Анатолии, которую потеряли Дашнаки в начале века. И та территория, которая им, как бы, досталась по наследству, они тоже не смогли воспользоваться, и фактически Армения объединяла. Вот почему сегодня криз, вот почему страна не развивается, вот почему мы имеем такие проблемы с нашими соседями. Ну вот смотри, по большому счету, азербайджанские, армянские народы, они обречены жить вместе, как это неоднократно говорил, в том числе и президентом Азербайджана Ильхам Малиевым. Вот вообще реально ли выстроить вот эти дружественные точки опоры? Ну, знаешь, я и во Франции об этом говорил, может быть, я понимаю, что это очень болезненный вопрос, и очень часто мы обсуждаем, и с тобой мы это обсуждали, и с коллегами по Сибиси мы это обсуждали, и на других площадках я разговаривал и с нашими соотечественниками, и с нашими представителями диаспоры на разных уровнях. Есть разные мнения, буквально любой из нас может во время какого-нибудь межриса провести такой мини-опрос, и ты увидишь, что мнения поляризованы. Часть наших граждан считает, что это невозможно, и что это, значит, это вражда, которая неприязнь останется надолго, это нельзя простить, невозможно простить, конечно, хоть жалы, зверства, все, что имело место. И другая часть считает, что нет, наоборот, все это забудется, и это большой такой наказ нашим поколениям, потому что мы народ забывчивый. У меня более прагматическое видение, я говорил об этом даже во Франции, дело в том, что, вот я приведу один пример, Телли, есть такое понятие, то, чем я занимаюсь, административное право иностранцев, есть такое понятие пограничные работники, когда у вас есть граница между двумя государствами, есть определенная территория, приграничная, граждане которых могут пересекать границу утром и работать на другой части, возвращаться, и что называется пограничные работники. Естественно, речь идет о нормализации отношений, об открытии границ. Вот мой, один из моих тезисов, что как только граница откроется, процесс примирения, он начнется, это необратимый процесс. Почему? Потому что элементарно между людьми возникнут какие-то связи, возникнут какие-то взаимоотношения, и опять-таки, когда у нас возникают взаимоотношения, естественно, сегодня, может быть, в нашем обществе. Это такой табу. В Армении это тоже табу, потому что даже Пашинян сказал, вот этот демократ, да, эту такую фразу, абсолютно неприемлемую российскую фразу, неприемлемую, несовместимость азербайджанского, армянского народов. Это он сказал на всеуслышание. Это абсолютно, конечно, бред. Я не понимаю, как в Совете Европы в том же самом, ему за это не дали выговор такой очень серьезный, потому что это, на самом деле, очень кощунственно-российское высказывание. Но, опять-таки, нужно понимать, и сегодня я понимаю, что это табу, что как только граница откроется, как только начнутся эти связи, мы неизбежно к этому придем. Мы придем к смешанным бракам и ко всему прочему. Понятно, что это такая тема, которая займет не один год. Но самое главное не в этом. Самое главное, что сегодня в Армении, в армянском обществе, они должны понять, и это такая очень серьезная помощь, которая Армении нужна. Много раз я потом говорил психологическое, я не знаю, психиатрическое, может быть, целое поколение, целый пласт, пока даже не одно поколение, это 3-4 поколения, они пропитаны вот этим, значит, как и называется, обостренным национализмом. Вот этой идеей, что вот произошло в начале века большая катастрофа, списали все это, и в конечном итоге, кто оказался виноватым, оказались виноваты соседи. Да, даже не Турция, хотя у них есть какие-то претензии, вот о Турции, кстати, не говорят, большое государство, естественно, с Турцией вы так разговаривать не сможете, и когда откроются границы, и будет восстановлено отношение, будет то же самое, армяне сегодня припевают, что живут в Турции, а расплачиваться пришлось нам, вот в этом историческая несправедливость, и в этом много раз, и армяне это должны понять, что это ошибка, которую они сделали в конце 20 века, я понимаю, в начале 20 века было очень много смертей, и в 5 году, и в 19-20 году, и вот это шаткое равновесие тоталитарной конструкции, оно все это сжало, смяло ленинская национальная политика, и это как бы вот это все забылось, да, и в конце 20 века мы получили то, что мы получили, мы получили вот этих дошнаков, мы получили кровь наших детей, значит, смерть наших граждан, и 4 тысячи наших граждан, которых сегодня еще пока еще не нашли, я очень подозреваю, что большую часть из них, конечно, найдут на освобожденных территориях, в Карабахе, и это будет большой шок, но сегодня в Армении должны понять, и это такая историческая задача Пашиняна, этого примирителя, хочет он войти в историю, не хочет, я не знаю, Армения должна переосмыслить, и, конечно, она должна отказаться от этого, она должна осудить, она должна осудить вот этих дошнаков, да, таких как вот этого Андроника, тех, кто в начале века совершил, потому что остались же эти памятники, в том числе и в письменном виде, их как бы признание вот этих военных преступлениях, преступления против человечества, и то же самое касается Карабахи, то, что произошло, бойня Ходжалы, то есть мы же понимаем, мы же знаем эти фамилии, эти люди сегодня находятся в политической орбите Армении, один из них Серж Саркезиан, он никогда не отмоется, вы можете брать каких угодно адвокатов, что вы хотите говорить, вот это знаменитое его интервью, никогда нет, другой вопрос наказания, которое, я считаю, рано или поздно должно их настичь, но сегодня в Армении должны понимать, что рано или поздно за это придется отвечать, как и за, значит, отравленные земли, как и разрушенные памятники и так далее, поэтому это очень такой серьезный вопрос, Азербайджан, как ни странно, вот в этом отношении намного, несмотря на то, что у нас тоже в общем все есть Табу, очень намного готов к этому примирению, хотя, опять-таки, повторяю, это будет очень сложный и болезненный процесс, опять-таки, это в моем понимании, это единственная такая формула, которая сможет работать, здесь, конечно, понятно внешнее влияние, я много раз об этом говорю, еще раз говорю, я, конечно, слушаю, записываю, это личный мессаж по всему Франции в Баку, я говорил об этом, еще раз повторяю, что если сегодня Франция еще хочет играть какую-то роль, единственная карта, на самом деле, последняя, единственная карта, которая у Франции есть, это вразумить Армению и привести Армению к этой формуле, когда азербайджанцы смогут вернуться в Армению, значит, на эти территории, с местным самоуправлением, со всеми правами, с установлением их, значит, права на гражданство, в том числе, таких людей, как у меня, да, право на почву, на профиль, и зеркально, точно так же, тогда армяне, большая часть из них, вернутся в Азербайджан, хотя, обратите внимание, сегодня Азербайджан этого условия не ставит, сегодня у нас есть сайт, вы можете обращаться в любое консульство Азербайджана, онлайн, о том, что вы проживали в Азербайджане, вы готовы уважать территориальную ценность на законной конституции, и вы просите восстановить вам гражданство Азербайджанской республики, или право на проживание, если у вас есть какие-то связи, как вот это, вид на жительство, и так далее, сегодня Азербайджан готов к этому, Армения к этому не готова, и это очень такой долгий путь, опять-таки, повторяю, и там очень много факторов, внешнее влияние, сама вот это истаблишмент Армении, и то, что касается сегодняшних армян, молодого поколения, они должны себе задать вопрос, оглядываясь назад, наши предки сделали много ошибок, в начале века была большая катастрофа, в конце 20 века была большая катастрофа, и сегодня страна находится в разрухе, то есть нужно задать себе вопрос, хотим ли мы, чтобы наша страна шла вперед, прогрессу и так далее, или мы хотим, опять-таки, прозябать, иметь вот этот, я не знаю, такой нео, такой националистический, нацистский, такой неонацистский менталитет, ксенофобию к соседним государствам, и прикрываться вот этим пресловутым геноцидом, да, еще сколько это протянет, не знаю, и иметь каких-то запивал, которые вам что-то обещают, еще раз повторяю, Армяна много раз это говорила, обращался к ним, сегодня обращаюсь, поймите, что люди, которые на Западе, в том числе из диаспоры, которые вот вас поджиживают, поднукивают, они живут, на самом деле, в той же Франции, в той же Америке, припеваючи, у них нет никаких, у них нет проблем, которые есть у вас, проблема есть у вас, естественно, проблемы есть у нас, в том числе у меня, потому что я, на самом деле, хотел бы, что, в любом случае, у моих детей, у моих потомков, было право, если это будет их выбор, вернуться, и жить на тех землях, на тех территориях, которые им принадлежат по праву, на которых у них есть по праву, значит, право жить, работать и так далее, это, я не знаю, общечеловеческие ценности, это фундаментальное право любого человека, я много раз объяснял, и в том числе, и на моем землякам, и западного Азербайджана, что когда у вас в какой-то стране есть акт вашего рождения, свидетельство о рождении, и когда ваши родители родились там, этого у вас отнять никто не может, какое-то время, вы, может быть, там не живете, вас оттуда прогнали, но это как сервитю, то есть такое понятие в урбанизме, вам упала гора, закрыла дорогу, когда вы эту дорогу расчистите, вы опять получите проезд по этой дороге, это точно так же, вот сейчас мы идем, занимаемся именно этим, мы расчищаем эту дорогу, как только дорога будет открыта, мы опять сможем по ней проехать и вернуться на свои, значит, исторические земли. Ну, будем надеяться, что Армения проявит все-таки политическую смелость, не будет никого слушать, тем более все это может довести ее до полной пропасти. Спасибо большое, Заур, за твой комментарий, я напомню, к нам подключался Заур Садык-Байли, представитель общины Западного Азербайджана во Франции, Евросоюзе, политолог, юрист из Франции к нам подключался.